13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 11 человек выздоровели. Такова ковидная статистика минувших суток. Значительно в последние дни выросло количество контактировавших с заболевшими. 323 человека отправлены на карантин. В настоящее время в регионе лечатся от ковида 95 человек. 60 из них амбулаторно. 35 находятся в стационаре и реанимации. Накануне глава региона провел незапланированное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Коечный фонд для ковидных больных рассчитан на 37 человек. Из них 7 коек задействованы в специализированной реанимации. Количество заболевших растёт с каждым днём. И это уже не единичные случаи. Надо ли разворачивать дополнительно койки ковидные? Да, мы будем сейчас разворачивать койки. Сейчас активно идёт выписка пациентов из инфекционного отделения и будем там разворачивать инфекционные койки. Ненецкая окружная больница дополнительно закупит лекарственные средства, а также 10 аппаратов неинвазивной вентиляции лёгких. Очень многие лечатся амбулаторно. И, как я понимаю, важным критерием, показателем является сатурация. Поясним. Сатурация отражает степень дыхательной недостаточности. Низкий показатель сатурации является одним из важных критериев для госпитализации больного с коронавирусом. Измерять сатурацию можно в домашних условиях с помощью нехитрого в эксплуатации прибора. Поэтому на штабе решили приобрести такие приборы и обеспечить ими амбулаторных больных с тем, чтобы контролировать течение болезни. Также на заседании штаба обсудили ряд новых ограничительных мер. Так, в ближайшее время запретят работу ночных клубов и проведение всех массовых мероприятий. Кафе, рестораны и другие места общественного питания не смогут работать с 12 часов ночи до 8 часов утра. Приезжающим в округ гостям для заселения в гостиницу необходимо будет предоставлять сертификат о вакцинации либо результаты ПЦР-тестирования. Тоже поддерживаю эту норму. Это связано с тем, что к нам приезжают в командировки, приезжают просто гости нашего города. И зачастую они не вакцинированы, не привозят с собой справки о ПЦР-тестах. Поэтому, попадая в гостиницу, а потом спускаясь на завтрак или на ужин, они буквально разносят эту инфекцию. Считают совершенно правильная норма. Также на заседании штаба поддержали предложение Департамента здравоохранения о приостановке плановой диспансеризации, мероприятия которой стартовали 1 июля, и профосмотров. Это связано с напряжённой ситуацией по ковиду. Медперсонал работает на пределе. В лечении ковидных больных задействовано 7 врачей и 16 специалистов среднего звена. Необходимо привлечь к этой работе ещё 5 врачей. В то же время следует отметить, что плановая медицинская помощь жителям округа приостановлена не будет. Плановую уже диспансеризацию проведут позднее. Абсолютно закономерное решение. И я думаю, на штабе мы его поддержим. Когда такое количество больных, мы в первую очередь должны оказывать помощь вот этим людям, которые в ней нуждаются. Все принятые на штабе решения будут внесены в постановление губернатора номер 12 ПГ о введении режима повышенной готовности и вступят в силу с момента опубликования новой редакции документа.